Здравствуйте, друзья! С нами сегодня Катюша, my way in USA. Такой ваш блог, да? Катюша. Ну так что у нее там за way in USA? Рассказывайте. Люди беспокоятся. На последнем стриме меня спрашивали, как там, что с ней случилось? Может вы редко видео делаете? Ну да, как всегда. Рассказывайте. Вы были в Сан-Франциско на практике, я правильно был? Да. И сейчас там? Нет, все, она закончилась 1 февраля. Помилуйте. А что вы делаете в последующие 2-3 недели? Ну, работу, а я ищу. Ну вот сейчас пришла за таким более-менее пендалем. То есть вы так ее ищете, что я даже не в курсе? Ну да. Я прошла там одно интервью. В принципе, у меня без разницы, но хочу работать в Ютубе. Так. И попалось так, что как раз... Ютуб. Да. Ну? И что как раз попалось так, что там была открыта вакансия. Я прошла телефонное интервью, потом пришла, было интервью в компании, я так поняла, с рекрутерами. И я его прошла. Внутренним рекрутером ютубовским. Да, да, да. И его я прошла. Вопросы все, в принципе, были те же самые, что мы в школе учили. И потом так получилось, что, ну, я неделю жду, две жду, три жду, месяц жду, ничего не отвечают. Я так этому рекрутеру периодически пишу. И в итоге, как выяснилось, они искали, ну, на эту позицию, которая откроется только в октябре. Октябре? В октябре. А они чокнулись? Вообще. Это постоянная позиция? Нет, там, по-моему, 6 месяцев контракт. Я даже представить себе такого идиотизма не могу. Вот, и я тоже так... Я понял, что произошло. Они вышибли вас из процесса поиска работы, потому что вы сказали себе... Это бывает. Нельзя этого делать. Да, я отожиданно. Вот что-то возникло, что? Ты говоришь, спасибо. Офера нет. Идешь дальше, идешь дальше, идешь дальше, идешь дальше, идешь дальше. Если вдруг они оттуда вышли, вот сюда идут, бум, о, вы с ним поговорили, откинули, идете дальше, идете дальше, идете дальше. Нельзя, нельзя западать на них. Знаете, я... Какой это фильм был, по-моему, Pretty Woman, да, там, подружка другой, проститутка, там, да, она учится, говорит, ты проститутка, ты не можешь влюбляться в клиента, там, что там, губы целовать, я не понял, что она не должна делать. И ты нельзя, ты на работе. Это же производственные отношения. Поэтому то же самое у нас. Ты пошел работу искать, ты не можешь западать на компанию. Мы на рынке, они платят, мы сейчас работаем. Ну, а потом я решила, думаю, ладно, сейчас интершип закончу, хоть побольше опыта получу и пойду. Так. Потом он закончился, так отдохнуло чуть-чуть, и теперь так сложно опять в колею увидеть. Ой, друзья, может быть какой-то сдвиг в личной жизни? Ну, так, но нет. Но личная жизнь вас не отвлекла? А, ну, в этом плане нет. Ну, хорошо, вы в порядке? Да. Так. Ну, вот сейчас как раз столько всего интересного будет в марте. Подписалась там на одни соревнования. По какому виду спорта? Не слышали никогда Spartan Race. Спартанские гонки? Да, типа, да. Пятиборья какая-нибудь спартанская. Монтоподобие. Колоть, рубить, олегануть, закрыться щитом. Ну да, ведь у нас самую маленькую, там, бежишь 5 миль, в смысле 5 километров, и у тебя на этих 5 километров будет примерно 10-15 препятствий. Там где-то копье кинуть, как вы искали, где-то в лужу грязи какую-нибудь прыгнуть, нырнуть, где-то по канату залезть, ну и всякое такое. Конечно, не доработаешь, господи. Подождите, вы приехали из... Мэйна. Из штата Мэйн. Но не хочется обратно в Мэйн? Очень хочется, но там просто IT-работ мало. Я вот думаю, ну я как бы хочу оплавиться на Бостон тоже, что там... В Бостоне очень нормально, да. Да. И как бы в ту сторону тоже приехали. Ну хорошо, ладно. Давайте мы тогда вас уже хотя бы тут с вами поработаем, чтобы вы на интервью походили. Вот так, друзья, значит, в жизни надо фокус держать. И держать фокус без фокусов. А? Как закоротил. Как ваша блогерская аудитория? Она вас поддерживает? Да, очень. Все время переживают. Говорит, ты что там, ты что там, это нет? Нет, нет такого. Нет, нет, нет. Все переживают, когда я уже работаю, найду, куда пропадаю. Слушайте, а нет такого, что познакомиться норовят для отношений? Есть, конечно. Ну а вы... Особенно после ваших видео. А вы чего? Ну, мне когда видите фокус же. Да. Ну хорошо, значит, тогда давайте вот что сделаем. Передадим привет тем, кто за Катюшу переживает. Да, и все нормально, так что не переживайте. Я в стриме там сказал, что Катюш не из тех, за кого надо переживать. Она там, как бы... И сама там еще целый паровоз там... Ну вы там так мило сказали, я почти западала. Новое солнце такое бывает. Чего вы это? Я иногда говорю, что вот там, когда ты уже старше становишься, то очень хочется, чтобы какая-то такая была молодежь. Ну не вся, ну сколько-то, которая, знаешь, как бы... Смену идет. Видишь, смена есть. Вот. Я поэтому, когда вижу такую смену, вот, там, типа вас, то я думаю, ну и смена есть. Смена есть. Но фокус, только фокус, конечно, нужен. Вообще девчонки, вы знаете, они... А можно сказать, что вы вертифоска? Нет. Нет? А кто? Не знаю. Ну хорошо. Солнышко вышло. Солнышко, да. Ну нет, солнышко это не плохо. Значит, давайте мы ребятам привет передадим. Да, всем привет. И скажем, что у нас Катюша, в принципе, присмотренная. То есть, если она не исчезает из поля зрения, то она присмотренная. И я бы за нее сильно, пока не волновался. Да? Да. Скоро все будет. Ладно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok